За 7 дней в Одинцовском округе произошло немало интересных событий. Корреспонденты Одинцовской недели уже подготовили репортажи, которые ждут своих читателей в свежем номере Одинцовской недели. 5 мая весь православный мир встречает светлое Христово Воскресенье. Настоятель Покровского храма Вакулова рассказывает, что обязательно нужно сделать накануне Пасхи. Этот праздник одинаково ждут и взрослые, и дети. Пекут куличи, красят яйца. Мы поинтересовались, что сегодня популярнее – луковая шелуха или новомодные красители. Я крашу всегда луковой шелухой, иногда еще красителями. А так иногда салфеточки еще наклеиваю, вот такие, знаете, фломастерами раскрашиваю. Я покупаю лук, и целый год я шелуху эту коплю от красного лука, от обычного лука. Вот, и потом в этой шелухе крашу, потому что получается более полезно. Красителями так быстрее и проще. Они яркие и красивые. Луковой шелухой. Работа врачей, фельдшеров, медсестер и диспетчеров не из простых. За многие годы для каждого из них подстанция становится родным домом. О том, каково это, спасать жизни и что сподвигло выбрать такую профессию, рассказывают недели фельдшеры из Голицына. Мир, труд, май. Эти слова можно было часто увидеть на почтовых открытках лет так 50 тому назад. Времена изменились, многие традиции ушли. Но 1 мая в народной памяти остался. Неделя провела опрос и узнала, чем горожанам запомнилась эта дата. Ответ уже на полосе. Сезон выпавших из гнезда бельчат обычно начинается в мае. Однако в этом году одинцовцы начали находить детенышей в парках и лесах еще в марте. Такой белкопад продлится до самого августа. Можно ли подбирать бельчат земли, пробовать выхаживать их самостоятельно и кому вообще стоит обращаться с такой находкой? Уже рассказываем в статье. Узнать, как прошла акция «Доброе дело весна», какие вопросы оказались в диктанте победы и кто они, лидеры самой важной профессии, тоже можно в свежем номере одинцовской недели. С вами была Алиса Лукина. До встречи на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова